Давайте мы немножко расскажем вообще, кто мы такие, откуда мы пришли, и почему мы здесь с ней что-то рассказываем, не работаем. Компания финансового бухгалтерского депутата была основана в 1990 году и первоначально занималась финансовым бухгалтерским аудитом, но с течением времени и отрядностями общества, которые возникли, она начала оказывать услуги по аудиту регуляционной безопасности. В результате с ростом спроса на эти услуги отдел, который занимался прирос в отделе удачной компании, RPC Cyber Security, где мы непосредственно с Сергеем и работаем. Я занимаюсь тестированием на проникновение, то есть эмуляции атак реальных злоумышленников на финансовые и государственные сервисы, а Сергей непосредственно следует какие-либо инциденты, которые произошли в компании, то есть утечка данных, кражи персональных данных и так далее. Дальше мы, если такой слайдик, можете посмотреть наши крупнейшие российские клиенты, это может быть не очень интересно, и наши зарубежные клиенты. Сегодня мы вместе с Теплицей социальных технологий организовали такую лекцию под названием «Приватность и безопасность сети». Сейчас будет небольшой такой соцопрос, вполне ожидаемый поднимите, пожалуйста, руки, кто ежедневно пользуется электронной почтой. Я думаю, сейчас все поднимут, это очевидно, замечательно. А кто ежедневно совершает транзакции с банковскими картами, то есть в магазине, перевод к другу, не знаю, замечательно, тоже почти большинство. И самое интересное, онлайн-оплата, то есть покупка в интернете, алиэкспресс и так далее, замечательно. Все, что сейчас прозвучало, является одной из главных целей злоумышленников, и компания «Люди» теряет тысячи долларов ежедневно из-за того, что не знает базовых правил, как правильно пользоваться технологиями, которые им дарует современное общество. И поэтому сегодня мы решили вам рассказать, как вообще возникают эти угрозы, какие-то угрозы и как им противостоять. Мы постарались сделать нашу презентацию максимально на базовом уровне, чтобы все все могли спокойно понять и с вами немножко попритекаемся сегодня. Поэтому давайте начинать. Итак, начнем с самого простого. Если вы задумывались о безопасности в интернете, а хочется верить, что вы задумывались, то нужно уметь правильно придумывать пароли, которые будет довольно сложно подобрать. Давайте разберемся, как это правильно делать. В интернете сервисы, которые хранят какие-то пароли, публикуют каждый год статистику по тому, какие пароли чаще всего используются. На слайде вы видите 5 самых часто используемых паролей за 2017 год. Скажите, есть ли у кого-то сервис, где вы используете такой пароль? Есть. 1, 2, 3, везде пишу. Это очень плохо. Итак, как вы считаете, какой пароль из представленных на слайде хороший? Левый, нижний, свежок. Этот хороший? Нет. Почему он плохой? Не хватает строчных больших букв, на самом деле он плохой, потому что это верхняя строчка клавиатуры. А вот этот хороший? Нет. Плохой. Может быть, этот хороший? Это плохой пароль, потому что он плохо запоминается. А вот этот хороший пароль? Это самый, среди всех представленных, самый легко запоминает. На самом деле нет. Данный пароль плохой, потому что буквы измененных словах не сильно увеличат энтропию, веру беспорядка данного пароля. Хорошие пароли из этого списка данный. Здесь просто какие-то случайные слова написаны в строчку. Большая строчка, есть большие и маленькие буквы. Они никак не зависят друг от друга. И данный пароль тоже хороший, потому что... Сейчас объясню потом, почему. Его достаточно просто запомнить. Дальше сейчас расскажу, как. Итак, на самом деле существует простой пароль. Его легко запомнить, и он изменен для перебора. Есть сложный пароль его, сложен запомнить, но также он сложен для перебора. А есть хороший пароль, его легко запомнить, и он достаточно сложен для перебора. Прежде всего, хотелось бы поинтересоваться, точнее, давайте с вами практикуемся уже и проверим свои старые какие-то пароли, которые вы, может быть, не используете, можете использовать на сайте Have I Been Tuned. Этот сайт позволяет узнать, использовался ли ваш пароль в каких-то учечках. То есть, если произошли какие-то учечки паролей, вы можете узнать, был ли среди этих учечек ваш пароль или ваш аккаунт. Таким образом, узнать, могли ли злоумышленники получить доступ к вашему аккаунту. Давайте сделаем этот сайт. Так собираются базы паролей. Ну, формально на этом сайте система, которая не выбрасывает ваш пароль в открытом виде в интернет. Но лучше перестраховаться и попробовать ввести те пароли, которые вы уже не используете. Вот если мы зайдем на сайт Have I Been Tuned.com, мы здесь увидим вкладку Passwords. Давайте попробуем ввести какой-нибудь пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ввели, смотрим. Как мы видим, пароль был использован в утечках 2 миллиона 75 тысяч раз. Этот сайт представляет собой базу паролей. То есть, когда с какого-то сайта утекают пароли, логины в открытый доступ, этот сайт их к себе запихивает в зашифрованном виде. И мы можем смотреть, есть ли в этой базе наши какие-то учетные данные. Информация по базам есть где-то на сайте здесь у него. Я не в курсе. Я знаю, что этот сайт с самой большой базой утекших паролей, которая в открытом доступе может быть. Давайте продолжим, чтобы время не терять. Давайте попробуем сделать хороший пароль. Один из способов создания хорошего пароля состоит в простом придумывании 5 случайных слов. Эти 5 слов должны быть не связанными друг с другом. То есть, они должны быть из разных частей речи, из разных тематик. То есть, там, спорт, цвета, может быть, еще какая-то тематика. И не должны относиться к нам. То есть, нельзя использовать свою дату рождения, свое имя, фамилию, кличку кота. Потому что все это злоумышленниками подбирается в первую очередь. В реальных инцидентах пароли подбирая, как кличку кота, плюс имя пользователя, плюс дату рождения. Все это перемешивалось. И оказывалось, что действительно люди часто очень используют такие пароли. Значит, мы придумаем 5 случайных слов из разных тематик. Записываем их подряд в одну строчку. Можно чередовать буквы, с большой буквы писать каждый раз. Или с большей буквы будет каждая последняя буква слова. Ну, чтобы сделать пароль еще более устойчивым. Когда мы написали данные слова в строчку, мы добавляем свое любимое число. И получаем достаточно серьезный пароль для перебора. Надо помнить, что каждый пароль можно использовать только на одном сайте. То есть, один сайт, один пароль. Поэтому, потому что если один пароль скомпрометирует, ваш пароль, доступ можно получить ко всем вашим аккаунтам. А для того, чтобы запомнить все эти пароли, понятно, что есть сервис сохранения. А вот если использовать алгоритм такой, придумать какую-то основную часть, а для остальных сервисов менять ее какую-то... Я об этом хотел рассказать дальше, да. Вы правильно вас представляете. Действительно. Второй метод называется плохая память. Собственно говоря, как и сказали. Мы придумываем, либо генерируем случайным образом через специальный сервис первую часть нашего пароля. Она одна для всех сайтов. Она должна быть сложной, труднозапоминающейся, это не важно. Мы ее придумываем, записываем на листочке, в блокнот, куда угодно. Потерять ее нам не особо важно, поэтому мы можем не особо заботиться о безопасности первой части. Мы ее записываем, а дальше для каждого сайта придумываем небольшую часть, вторую. Она должна быть разной для каждого сайта, легко запоминающейся. Потом мы берем первую часть, соединяем со второй, можно с помощью синглоком, например, решеточкой здесь. И получаем бесконечный набор паролей, которые устойчивы к перебору. Вот, хороший способ. При этом нам нужно вспоминать только пару слов. Можно там одно слово сделать циферкой, и будет уже довольно сложно злоумышнику это все подобрать. А если скомпрометирован один пароль из этой серии, это влияет на уязвимость остальной серии? Смотрите, пароль сложен для того, кто не знает, как он устроен. Если злоумышленник дает, что ваши все пароли устроены, как вот эта часть, решеточка, плюс одно слово, цвет какой-то, он сможет подобрать. Если вы будете хотя бы два слова из разной категории оставлять, плюс число, перебрать это уже будет довольно сложно, даже если он имеет первую часть. Вот так. А еще какие способы? Переборы используются. Есть же человеческий фактор. Человеческий фактор никуда не денется. Но если один ваш пароль вот такого типа увидит, или другого типа, он у вас в виде же разный. От одного аккаунта увидит, да. Но ко всем доступ не получит. Ну, непонятно, какая часть... Ну, если два аккаунта, два пароля увидеть, уже будет понятно, что у них есть как-то где-то находить. Есть зависимость, да. Данный способ защищает от перебора паролей, когда злоумышленник вообще не знает, как ваш пароль устроит. Есть огромные словари, которые мы можем использовать, чтобы перебрать пароль. И, по-моему, около 40% случаев он находится в этом словаре. Большинство людей используют обычные пароли. Эти способы помогают сделать пароль необычным, так, чтобы для каких-то обычных методов перебора пароль был устойчив. Если вы хотите сделать очень устойчивый пароль, я бы советовал пользоваться сервисами хранения паролей, типа KeePass. KeePass. Вот. И использовать пароли, которые прям такие случайно генерированы. Просто их копировать, подставлять. Это будет самым безопасным методом, но нас просили объяснить здесь совершенно простые методы, поэтому... Поэтому я считаю, что эти методы достаточно надежны, чтобы делать свои пароли. Поговорим о... Еще один способ. А, еще? Химическая формула. Химическая формула — это плохой способ. Плохой способ. Химическая формула, их конечное количество. Они поддаются каким-то определенным законам. Понятно, это связано с данным комбинентом. Да, и химическая формула состоит из достаточно малого количества элементов. Там же есть прям название элементов. Поговорим о безопасности в социальных сетях. Многие пользователи не думают, насколько важна правильная настройка социальных сетей. Например, вот есть девушка Маша. У Маши есть сохраненные фотографии. В социальных сетях есть такой альбом, называется «Сохраненные фотографии». В «Сохраненные фотографии» можно сохранять фотографии, нажав соответствующую кнопку и поднять. Но мало кто знает, что альбом «Сохраненные фотографии» доступен для всех пользователей. И часто пользователи сохраняют туда какие-то чувствительные данные. Вот, например, Маша, реальная страница, сохранила туда скриншот со своим паролем. Мало того, что она записывает пароли в блокнот в телефоне, так она еще загружает ВКонтакте свой скриншот, еще загружает в «Сохраненные фотографии». Чтобы таких казусов не случалось, надо правильно настраивать социальную сеть. Тут очень плохо видно. Одна девочка паспорт с фотографией. В «Сохраненные фотографии»? Таня не выкладывала. Нет, нет. Реальная девочка. А на самом деле паспорта ВКонтакте очень просто искать. Просто в документах можно набирать «паспорт.jpg» и увидеть кадры. Или авиабилеты. Что-что? Авиабилеты и там те же зоны есть. Но сейчас по умолчанию они загружаются в приватном виде, поэтому так сделать не польщик. Давайте я сейчас приближу, а то проекта не позволяет нам это все рассмотреть. Так видно? Нет, не видно. Плохо. Вообще-то видно. А видно? Ну, вы нас спрашиваете, в самых дальних зайтили? Ну вот если зайти в настройки социальной сети, ВКонтакте – это вкладочка сверху «Настройки». Сейчас я ее покажу. Вот тут вкладочка есть «Настройки». Вот тут она появляется. И есть вкладочка «Приватность». То можно увидеть кучу интересных настроек. Как раз те же самые сохраненные фотографии, которые можно поставить, чтобы видел только его создатель. Также есть параметр «Список подарков». По списку подарков очень просто вычислить круг общения ближайший, потому что подарки вам, скорее всего, посторонний человек не будет кидать на страничку. Таким образом реально можно вычислить, общается ли человек с конкурентами, и все такое. По списку местоположений фотографий можно вычислить, где человек живет, куда путешествует, чем вообще занимается. Можно даже дом вычислить. Также в социальных сетях, если кто-то не знал, можно найти страничку по номеру телефона. Достаточно добавить ее в адресную книгу, и она отобразится сразу в поиске. Чтобы такого не было, можно убрать эту возможность в настройках. Аналогичные настройки и в «Одноклассниках» есть, и в других социальных сетях. Также вы ушли из офиса на буквально пару секунд. Вы ушли, и на самом деле, чтобы получить ваши сохраненные пароли, или даже не сохраненные, а введенные пароли, требуется буквально секунды доступа к вашему компьютеру. Даже если у вас там установлен пароль, его обойти очень просто. В таком случае помогает метод двухфакторной авторизации. В чем он состоит? В настройках в социальных сетях или в других сервисах вы можете ее настроить. Что будет? Когда вы введете правильный логин и пароль, вам на телефон будет приходить смс-сообщение с уникальным номером. Этот уникальный номер позволяет нам защитить наш аккаунт от знания словомышленника нашего пароля. Собственно, если пароль ломышленник узнал, то ему будет необходим доступ физически к нашему мобильному телефону или подключение к базовой станции сотового оператора, чтобы перехватить смс-очку, увидеть код и его ввести. Можно вопрос? Да. В последнее время, когда у меня есть двухфактор на почте, я когда получаю, я почему-то два раза получила смс. Как это вообще может быть? Это зависит от сервиса почты. Не могу ответить на ваш вопрос. Не в курсе, у меня на мейле не стоит двухфактор на авторизации. Соответственно, включайте двухфактор на авторизацию, это полезно. Также нужно помнить, что вся информация, которая появляется в социальных сетях, в интернете, она остается там. Если вы загрузили свою фотографию куда-нибудь в ВКонтакте, любой человек может фотографировать вас на метро, на улице, в кафе и узнать, кто вы такой. Он просто фотографирует вас, загружает вашу фотографию на специальный сервис и может найти вашу страничку по сервису. Я могу это продемонстрировать, если время есть? Ну, это и время нет. Времени нет. Если кому-то интересно, вы можете это попробовать. Сайт называется findface.ru Вот адрес. Будет презентация, презентация будет вложена. Просто фотографируйте своего знакомого, у которого есть страничка ВКонтакте, и, скорее всего, он будет на этом сервисе. То есть, можно вычислить страничку. Собственно говоря, из-за этого случились некоторые казусы. Вот в том году, или в том году. Вы видите на экране, пользователи смогли дианонимизировать порноакты из российских. И начали их шантажировать и так далее. Поговорим о безопасности общественных точек доступа к Wi-Fi. Вот мы часто пользуемся интернетом в кафе, в метро, в каких-то других общественных местах. И возникает опасность того, что, пользуясь такими общественно доступными точками, наша информация может быть перехвачена, изменена. Пароли могут посмотреть наши, или переписку даже в реальном времени. И хороший способ не попасть под это, не использовать общественные точки доступа Wi-Fi. Но если нет другой возможности подключиться, можно использовать VPN. VPN позволяет нам проложить тоннель между нашим компьютером и интернетом. При этом тоннель зашифрованный, то есть злоумышленник, который находится между нами и нашим сайтом, который мы посещаем, не может перехватить информацию. Давайте попробуем настроить VPN. Чтобы настроить VPN, нам нужно несколько вещей. Первая вещь. Конфигурация VPN. Конфигурацию VPN можно получить, купив ее на сайтах типа notvpn.com, xvpn.io и так далее. Это самая популярная, просто я поэтому их писал. Можно получить у знакомого, если у вас там друзья пользуются, то можно их попросить. Либо сделать самому. Сделать самому стоит дешевле всего, около доллара в месяц, от доллара в месяц. При этом настройка достаточно простая. Если погуглить, там буквально полчаса вашего времени, и можно сделать собственный VPN сервер. Поговорим теперь о безопасности корпоративной частной переписки. Что самое простое, что можно сделать? Вообще без всяких усилий. Использовать защищенный мессенджер. Примерами защищенных мессенджеров можно... Примеры есть такие. Телеграм и сигнал. Кто-нибудь слышал о сигнал? Отлично. Давайте пробуем с самого простого и пробуем установить Телеграм. Телеграм у нас на территории России ограничен доступ к Телеграму. Работать с Телеграмом можно несколькими способами. Один из них через VPN. VPN, он не очень удобный, потому что вам приходится весь трафик со своего компьютера пускать через VPN. Если вы хотите работать без проблем, в смысле очень просто настраивать, с Телеграмом как будто через VPN... Короче, есть такая штука, называется Proxy Server. Proxy Server позволяет вам не напрямую подключаться к серверу, а через какой-то промежуточный сервер. При этом, если сервер находится за территорией Российской Федерации, то мы можем подключиться к запрещенным сайтам. Как настроить Proxy Server в Телеграме? Если мы настроим Proxy Server в Телеграме, он будет работать автоматически, нам не надо будет подключаться к VPN, надо будет никаких действий дополнительных совершать, он просто будет работать и все. Чтобы настроить Proxy Server, нам можно использовать сам Телеграм. Для этого нам нужно зайти в VPN, если тут у кого-то Телеграм работает без VPN, то это здорово. В Телеграме в поиске вбиваем слово Proxy. Увидим Telegram Proxy Bot. Любой. Нажимаем запустить, увидим параметры для настройки. В Телеграме использовать Proxy Server не стоит бояться, потому что даже администратор Proxy Server не сможет перехватить ваши данные. Все данные между вами и вашим собеседником шифруются в любом случае, поэтому даже третья сторона не может это увидеть. Чтобы применить настройки, которые получены данным на прошлом этапе, нам нужно зайти в настройки, зайти в способ подключения, это на компьютере, а в телефоне это будет называться данные и диск. В телефоне нужно еще прокрутить вниз, и там будет написано Proxy. На компьютере просто тыкаем способ подключения, пишем, ну, ставим галл, что это то через SOX 5, пишем данные, которые вы получили на прошлом этапе, нажимаем сохранить, все работает. На телефоне тоже нажимаем назад, все работает. Кстати, между прочим, есть еще Tor и Tor Proxy можно отстроить в Telegram. Tor Proxy очень медленный, вообще Tor очень медленный. Это да. Если... Если... Любой сервер с SSH, SSH и SSH-принянут в качестве локального Proxy сходят. Можем и так. Самый простой способ. Ну, возможно. Более защищен, потому что обычный SOX 5 передает в открытом виде трагиках, колоден с паролем, ну и... Наш SOX 5 в Телеграме, ну, он передает, но зашифрованный, все равно трафик передает. Нет, я не понимаю, но процесс там просто декоролога, это очень плохой вариант, потому что ты сказал, что LPI, то есть будет SOX 5 трафик, он идет так же, как обычно. Мы говорим сейчас о конкретном Телеге. Конкретном Телеге в России через Телега не будет. Телег сейчас реализует протокол МТ-прота. Да. Вот. И для клиентов на Android пока не доступен. И это замечательное решение. Собственно говоря, бот, который я вам сейчас показал, он сейчас через какой-нибудь МТ-прот работает. Вот этот конкретный бот уже два сервера поднял, МТ-прот вчера. А вот насчет бота я не совсем понял. То есть бот, получается, раздает некие адреса с прокси-серверами? Да. Ну, просто ик. Чтобы узнать, где есть прокси, да? Ну, по сути, да. Ну, он сам их генерирует, эти адреса. Да, просто нужно нажать старт, запустить, где все настройки подгрузились к вам в аккаунт. То есть там максимально просто. Там по ссылочке нужно. То есть теоретически этот же прокси можно использовать для вебсерфинг? Нет, такой прокси использовать не стоит, потому что, вот как вы уже сказали, данные через вот этот, ну, конкретно SOX 5 прокси передаются в каком-то виде. Если мы будем лазить по HTTP сайтам в интернете, наши данные может уйти человек, который администрирует вот эти боты. И на патах, которые через Telegram как раз создаются бесплатные, там ограничения по подсеткам, и мы можем пользоваться вот этими проксиами только в подсетях Telegram. То есть только для использования. Помимо использования защищенных мессенджеров, очень простого варианта есть более сложный вариант. Использовать простое шифрование электронной почты. Мы будем использовать PGP, это Pretty Good Privacy. Собственно говоря, из теории нам понадобится только, что значит секретный ключ, что значит открытый ключ. Секретный ключ мы не должны никому передавать, он должен держаться в надежном месте. Если он у кого-то появится, или мы его потеряем, мы не сможем восстановить переписку, если мы его потеряем. А если кто-то его получит, то он сможет восстановить всю нашу переписку и нашу пробу. А открытый ключ необходим нам для беседы с кем-то. То есть мы его распространяем свободно, мы пересылаем этот ключ собеседнику, чтобы он с нами мог общаться. Вот. Как можно шифровать электронную почту с помощью PGP? Можно пользоваться сложным вариантом. Сложный вариант это использовать Thunderbird с плагином Enigmail. Мы это делать не будем, потому что это сложно в настройке, но это более надежно, более безопасно. Менее надежно это использовать плагины для браузеров. Не надо ничего устанавливать, просто ставишь плагин в браузер и можно шифровать электронную почту. Итак, мы будем использовать плагин Enigmail.org и рассмотрим пример его настройки в Google Chrome. Почему в Google Chrome? Потому что магазин Google Chrome не блокируется сейчас с Роскомнадзором, а в Firefox, например, в магазин мы не сможем зайти без VPN. Собственно говоря, как использовать плагин Enigmail.org? Нам нужно зайти... Кто-нибудь это будет делать сейчас? Ну хорошо. Дома заходим в магазин расширений, ищем в поиске MaybeLock, устанавливаем его, переходим в менюху, мы увидим меню создать ключ. Создаем ключ. Для создания ключа нам понадобится имейл, с которым мы будем писать наш пароль для защиты секретного ключа. Его нужно выбрать хорошим. С помощью этого пароля мы будем расшифровывать также и письма. Мы его будем вводить каждый раз, когда нужно будет расшифровывать письма. И он не меняется, по-моему? Да, он не меняется. Мы создаем ключ, в менюхе можем экспортировать его. Мы можем его экспортировать. Чтобы его экспортировать и кому-то отправить, нам нужно обязательно тыкнуть на открытый. Потому что если мы выберем все, наш собеседник получит наш закрытый ключ, и он сможет наши шифрованные письма потом читать. А открытый ключ можно передавать кому угодно. На сайте можно его ввести. В принципе, да. Сохраняем наш файл и отправляем его собеседнику. Собеседник получает наш публичный ключ. Заходит в меню импортировать ключи. Выбирает наш файл, который он получил от собеседника. Когда он его импортирует, он получает сообщение, что все успешно импортировалось, можно использовать. Как его использовать? Мы пишем письмо. Здесь появляется кнопочка. Здесь она не очень хорошо видна, но она здесь появляется. Мы на эту кнопочку нажимаем, открывается меню, в котором мы можем написать наше сообщение, нажать зашифровать. И мы увидим в окне, где мы писали сообщение, какой-то набор букв. Этот набор букв просто закодированный в B64, наше сообщение зашифрованное. Мы отправляем это сообщение. Собеседник получает его. Тут очень плохо видно. Ну ладно. В общем, он получает его. Здесь будет такое окошечко с ключиками нарисованными. И посередине будет иконочка письма. Если мы на него нажмем, нам предложат ввести наш пароль, который защищает наш секретный ключ. Мы его вводим, который придумали. И увидим сообщение собеседника.